Всем привет, друзья! С вами как всегда, Робзи, и добро пожаловать в Бравл Старс! И прямо сейчас я нахожусь на серваке разработчиков, это означает, что видосик будет просто офигенным! Сегодня мы вместе с вами посмотрим и протестим новенького бравлера по имени Сюрдж, а в русском переводе его зовут Вольт, его первую пассивку, его гаджет. Я покажу вам весь путь славе, до 50 тысяч кубков, и, друзья, покажу вам новенький Бравл Пасс, все 70 уровней, да, друзья, во втором Бравл Пассе, во втором сезоне у нас 70 уровней. Но перед этим, ребят, огромная просьба каждому из вас прямо сейчас поставить свой лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. Давайте, 3 секунды. Готовы? Раз, два, три. Спасибо большое и приятного вам просмотра. А еще, друзья, очень важная информация. Если вы хотите принимать участие во всех конкурсах на моем канале или просто хотите меня поддержать, обязательно заходите в магазин и вводите код автора Робзи. Итак, друзья, новенький Бравлер Вольт. И, кстати, небольшой спойлер. Когда мы с вами смотрели Бравл Толк, я реально спалил его первую пассивку. И называется она по максимуму. Теперь, во время основной атаки, заряд разделяется, попав в стену или пройдя максимальную дистанцию. Вы понимаете? То есть, если у него нет пассивки, у него просто летит один снаряд, и только если он попадает во врага, только тогда он разделяется. А с пассивочкой он действует примерно как у Мистера Пи. Пролетая максимальную дистанцию, он разделяется в разные стороны или когда ударяется в стенку. В общем, офигенная пассивка. Это просто жесть. А вот это, ребят, гаджет. Это просто читерство. Называется скачок напряжения. В результате короткого замыкания Вольт телепортируется на небольшое растаряние вперед. Это просто жесть. Он телепортируется через стены. И сейчас я вам все покажу. Ну, давайте меньше, меньше болтовни. Больше дела протестим. Я покажу, как он работает именно в действии. Пока что в испытании я покажу его усиление. Это просто жесть. Его ульта это просто что-то с чем-то. Давайте мы смотрим. Он ходит очень медленно. Поначалу, поначалу, смотрите, он стреляет. Видели? Сейчас патрон разлетается. Если бы у меня не было пассивки, патрон бы не разлетался. Он бы разлетался только тогда, когда попадает во врага. То есть без пассивки он просто так не будет разлетаться, допустим, там, от стены. Или просто, допустим, с воздуха. Это именно работа пассивочки. Смотрите, мы сейчас с вами набьем ульт. Но перед тем, как я начну показывать вам именно действия ульты, я покажу, как действует его гаджет, друзья. Это телепортация вперед. Это что-то типа скилл у Шелли или у Макс. Только, друзья, он телепортирует вас через препятствие. Смотрите, допустим, вы от кого-то убегаете. Или за кем-то гонитесь. Допустим, вас стреляет какой-то злой робот. Вы от него пытаетесь убежать, но не можете. И прожимаете пассивку. И оказываетесь с другой стороны. Это просто жесть. Точнее, прожимаете гаджет. Понимаете? Телепортируетесь вперед. Или, допустим, вы за кем-то гонитесь. А он такой гадкий спрятался за стеной. И вы подходите к этой стене. И оказываетесь прямо возле него. Это просто жесть. Это такая имба. Дальше. Смотрите, как мы сейчас ходим. Очень-очень медленно, да? Вы заметили. И смотрите, дистанция атаки. Я буду именно показывать. Видели дистанцию атаки? Достреливают только до камешка. Вот-вот до камешка долетает. И все. Вот, видите, где всплеск? Я стою на одном месте. Вот, всплеск происходит прямо на этих камнях. Я юзаю первый раз свою силу. Дальше, смотрите, что меняется. На спине у меня пока ничего нет. Нету, да, зеленых баночек. Я юзаю усиление. На спине у меня появляются зеленые банки. И вот такие два крыла. И смотрите, после того, как я использовал первый раз ульт, у меня увеличилась скорость бега. У меня оделись крылья. И появились две зеленые банки на спине. Такой себе джетпак. Дальше. Дальность атаки у нас пока что не увеличилась. Я не знаю, увеличилась у нас скорость перезарядки. Этому я не уверен. Но, друзья, смотрите, что я делаю дальше. Я набиваю ульт снова. Можно, кстати, набить быстрее, если я использую сюда. Дальше. Напоминаю, смотрите. У нас сейчас еще одно использование. Смотрим на его лицо. Сейчас у него просто лицо. Но сейчас он надевает офигенную маску. Посмотрите. Просто маску какого-то супер рейнджера. Смотрится просто офигенно. Крылья у нас остаются. Бег у нас тоже становится, возможно, быстрее, либо такой же. Но смотрим дальность атаки. Вы помните? Я достреливал только до камешков. Смотрите, куда уже добивает. Просто жесть. Это второе усиление. Всего у него есть этих усилений три. Смотрите дальше. Еще одно. Третье усиление. Это просто жесть. Внимательно. В руках у него ничего нет. Но если я уязаю третье усиление. Появляется просто какой-то лазерный меч. Он очень быстро ходит. И у него очень сильная атака. Посмотрите на эту дальность. Но самое главное. Разлет патронов. Смотрите. Бум. Не на два, а на шесть. И каждый этот патрончик наносит половину от основного урона. Вот смотрите. Так я бью, допустим, 1540. А этими патронами по 770. Это просто жесть. Вы понимаете, насколько он жесткий. И, кстати, есть еще одна способность. То есть я могу использовать дальше свой ульт. Но он уже ничего не дает. То есть сильнее вы уже не становитесь. То есть максимум три раза. Но смотрите. Этот ульт еще и наносит урон. 1400. И откидывает врагов. То есть его, в принципе, можно использовать и в бою. Если нужно. И, в-третьих, он позволяет уворачиваться от выстрелов. Смотрите. Сейчас он по мне попадает. Но смотрите. Сейчас я стреляю. И патрон пролетел подо мной. То есть можно увернуться от выстрелов. Это очень жесткий бравлер. И мы еще протестим с вами в бою. Но сначала посмотрим с вами весь путь к славе. И весь бравл пасс. Ну что, друзья. Вот он наш путь к славе. И все привыкли, что он заканчивается на 14500 кубков. Но вы, если вдруг еще не видели, будете сейчас реально очень и очень сильно удивлены. Пока что все так же. Эмс за 8000 кубков. Доходим 10, 13, 14. И здесь, блин, я немножко перелистнул. Должны были закончить. То есть золото. Все. Но посмотрите дальше. Мегаящики. Большие ящики. Обычные ящики. Здесь просто, смотрите, кишма кишит. Но как этого достичь? Как достичь вот этого? Я не представляю, если честно. 40 тысяч кубков. 41. Здесь 3 больших ящика. Дальше. Маленькие, большие, маленькие. И здесь финиш. Просто. 50 тысяч кубков. Как можно сюда вообще когда-либо добраться? Мне кажется, это ну реально невозможно. Но, по крайней мере, есть какие-то награды. У кого уже там по 30, по 40 тысяч кубков. Ребят, поздравляю. Вы можете взять, ну, с десяток два лишних ящиков. Погнали. Теперь покажу вам новенький Бравл Пасс. И вот, друзья. То, что вы очень давно ждали. Второй Бравл Пасс. Второй сезон лета с монстрами. И сразу расскажу важную информацию. В этом Бравл Пассе уже не 60, а целых 70 уровней. Это просто жесть. Это означает, что наград станет еще больше. Сейчас я покажу все награды в этом Бравл Пассе. И отвечу на самый главный вопрос. Нужно ли покупать Бравл Пасс в новом сезоне? Итак, друзья. Смотрите. За первый уровень вы получаете, в принципе, тоже самый большой ящик. Кстати, в этом Бравл Пассе получается 90 гемов за весь сезон. Сверху у нас Супер Рейнджер Брок. И, друзья, я думаю, вы понимаете, что на 30 уровне вы получаете заплатный Бравл Пасс. Конечно же, новенького Бравлера Вольта. Дальше у нас идут значки, кучу ящиков, кучу всего интересного. В принципе, можно было даже больше сделать уровней. Потому что Бравл Пасс, если каждый день заходить, то проходится, в принципе, на изи. Смотрите. Доходим до 60 уровня, и он не заканчивается. И на 70 уровне вы получаете новый скин на Вольта Паладин Вольт Меха. Да, друзья. Это именно заплатный Бравл Пасс. И очень главный вопрос. Нужно ли покупать Бравл Пасс в новом сезоне? Друзья, да. Нужно покупать Бравл Пасс. Увы, так и есть. Бравл Пасс стоит 169 гемов. Либо 249. Это плюс 10 уровней сразу. В общем, вот такой вот Бравл Пассик. Это классно. Это офигенно. И знаете, что, ребята, еще интересно? Очень важный момент. Как только этот Бравл Пасс появится в игре, я разыграю себя его на канале. Причем несколько таких Бравл Пассов. Поэтому, ребят, обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Прожимайте на колокольчики. И оставляйте свои комментарии. И, кстати, многие спрашивают, когда же появится в игре Вольт? Ну, мы можем реально предположить. Если у нас прошлый Бравл Пасс заканчивается 6 июля, то, скорее всего, новый Бравл Пасс появляется либо 6, либо 7 июля. Поэтому, в принципе, это и есть дата выхода Вольта. Поэтому, ребят, еще раз с вас по одному лайку. И еще, друзья, чуть не забыл. В игре доступна новая фишка. Это хроматические имена. Вы можете выбрать любой ник, и он будет переливаться у вас постоянно. Это круто реально выглядит. Пора проверить нашего новенького Бравлера Вольта. На новенькой карте называется Озеро у реки. Посмотрим, насколько он хорош в бою. Я взял максимально открытую карту, чтобы было максимально удобно, скажем так, тестить. Сейчас нужно максимально быстро набить, ребят, на него ульту. Потому что без ульты он, скажем так, не так силен. Ой-ой-ой-ой, Динамайк. Динамайк, а давай мы с тобой сейчас разберем. Так, подожди. О, первый есть. Первый есть. Я, кстати, нечаянно автооттачил. Поэтому я уже, уже немножко стал быстрее. Потому что заюзал первый ульт. Нужно набирать дальше. Делаем прыжочек. Залетаем в центр. Есть у нас здесь хороший... О, здравствуйте. Минус Джин. Так, там еще у нас бегает Брок. Тихо-тихо, Брок. Меня вот давай не атаковать. Брок, давай мы с тобой будем друзьями. Видите, кстати, я пока что не могу использовать гаджеты. А Брок уже умеет. Так, ребята, второе... О, второе усиление. Я стал намного быстрее. Я стал с дальней атакой. Остается три бойца. Теперь смогу я за тукатку использовать максимальное усиление. Так, смотрите. Нам нужно как-то добраться к ребятам, да? Как доберемся? Нам нужно как-то добраться к этой таре. Легко, ребята. Телепортируемся и добираемся к таре. Вот это просто телепорт. Это его гаджет. Это просто какая-то жесть. Так, нам нужно набить третью силу. Давайте мы немножко помаринуем нашего Карла. Не будем сразу убивать. У меня, правда, 10 банок. Я понимаю, что это очень жестко. Смотрите, я могу вот так вот попадать. То есть я могу не прямой атакой, а, допустим, вот так вот делать. И в него будет отлетать. Ну все, Карлуша, 10 сила. Тройной ульт. Ну смотрите, я могу даже просто, смотрите, просто вот такими вот. Просто такими отскоками. По болторы тысячи. Вы посмотрите, какая у него атака жесткая. Им не попасть на третьем усилении, это просто, я не знаю, горе. Давайте еще протестим. А тестить будем тоже на новенькой карте. Точнее, на обновленной с новым окружением. Итак, скрытая угроза. У нас там много миликов. Ну, в принципе, если я смогу за эту катку набрать, ребята, набрать свою силу, будет офигенно. Так, где ребята? Где ребята? Так, нам нужно как-то набивать ульт очень быстро. И так, подожди. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Главное не умереть. Главное, если я умираю, все усиления просто идут просто коту под хвост. Так, так, так. Блин, за меня убили. Я хотел... Так, перестаньте набивать мой ульт. Мне нужно набить ульт. Так, подожди, Джинни, 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 Джинни. Так, еще нужно один разочек попасть. Здесь получается 4 попадания. 4 попадания означает плюс 1 ультец. То есть нужно... Так, хорошо. Есть. Есть попадание. Есть попадание. Есть еще одно попадание. Так, там где-то Джинни бегает. Главное не профукать. Главное не профукать. Мне главное третий уровень набить. Если я набиваю, пока что они побеждают. У меня есть еще, в принципе, минута. Еще есть минута. Так, кто-то кого-то притянул. Идет Роза. В Розу я не попал. Так, хорошо. Второе усиление. Поехали. Еще немного. Еще немного. Кто у нас там? А кто у нас здесь? Капец, смотри, как можно попадать. Круто. Как можно круто попадать. Так, там где-то бежит Роза. Попадаем. 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 Тихо, тихо. Нет, 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 нет. Роза, 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 Роза. Есть. Третье усиление. Главное не профукать. А вот теперь начинаем врываться в бой. Посмотрите, что... Посмотрите, что я с ними сейчас буду делать. Так. Роза. Пока. Просто... Капец. Удары. Просто разлетается все вокруг. Я не знаю, как от этого можно скрыться. Так, 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 так. Уходим. Можно телепортнуться. Можно еще раз усиление нажать. Хотя это было бесполезно. Смотри. Смотри, что делают. Они не могут ничего сделать. 27 секунд. Это просто жесть. Так, смотри. Теперь у нас пришел этот. Хоп, хоп, хоп. Юзаем. Юзаем. Убиваем. Сколько у меня там? 4 звезды? Пока что мало. Ну, и, ребят. Я усилялся. Так. Минус Брок. Тут где-то еще Роза бегает. Так. Давайте мы сейчас в упор 37 на 34. Нам нужно заработать побольше звезд. Так. Минус. Воу. Хоп, 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 хоп. Хорошо, хорошо, хорошо. Все отлично. Ну, блин, какой же он офигенный. Согласитесь? Очень красивый бравлер смотрится. Офигенно. Таких механики еще реально не было. Кстати, как вам больше нравится? Сюрдж, если бы его звали. Или все-таки Вольт ему намного круче идет. Мне кажется, Вольт, ну, реально офигенно. Я не могу перестать наслаждаться. Я постоянно захожу в испытания. И постоянно пытаюсь его тестировать. Потому что вот это тройное усиление, когда он начинает быть на третьем уровне. То есть это реально. У нас есть обычные ульты. А это именно такого ульта у нас еще с вами никогда не было. То есть мы с вами усиливаемся. Можем, кстати, зайти вот сюда быстро набить второй. Можем второй. Быстренько юзнуть. Набираем третий. Видали? Просто третий раз набрали. Третий ульт набрали. И пошли разваливать. Здесь у нас, смотрите, кто-то спрятался за стеной. Ну, дружище, ты понимаешь, что тебе не спрятаться. Так, уберем. Хоп. Прожимаем ульт. Встанем и убиваем. Блин, это такая жесть. Кстати, вот так вот и можно использовать ульт. То есть вы на кого-то гаджитесь, трескатель бьете и убиваете. Вы понимаете? Вот это реально скилл. Ладно, друзья. На этом буду заканчивать видосик. И, ребята, скоро будет еще больше, еще интересных сникпиков. Следите за каналом. Ставьте лайки видосу. Подписывайтесь. Прожимайте колокольчик. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok